Атмосферу Наурыза в живописи и прикладном искусстве воссоздают художники и ремесленники Восточного Казахстана. Творческих людей вдохновляет весна и обновление природы. Философию древнего праздника в работах мастеров увидел Вячеслав Ветлогин. В ярких акварелях Альфия Мухамедьянова воссоздает восприятие Наурыза еще с древности. Ее портретные герои-кочевники изображены в деталях, причем лица и эмоции прописаны с особой точностью. В акварельной живописи художница передает значение народного праздника, способного останавливать войны. На этой работе изображен воин, уставший от войн. И в период празднования Наурыза все войны прекращались, наступал мир, люди ходили друг к другу в гости. Символику Нового года по восточному календарю Альфия презентует и зарубежным ценителям искусства. Работы представлены на вернисажах в России, Германии и на дальних континентах, вплоть до Эквадора и Малайзии. В составе казахстанской сборной я начала выезжать на международные фестивали в Эквадор, в Кито, в Малайзию, в Тайвань, в Грузию, в Тбилиси, по России. И как представитель Казахстана, естественно, мне хотелось рассказать о чем-то таком необычном. Мне показалось интересным представить национальное украшение, колорит национальной одежды. Атрибутику Науры за национальные украшения и предметы убранства юрты, способные оживить и реместренники Востока. Местным музееведам в сельской глубинке чудом удалось отыскать мастеров художественной резьбы по кости животных и привезти точные копии праздничных украшений 17-19 веков. Мастера Хабаженова и Шубинска, это преподаватели технологии, прекрасно создают, стали соблюдать традиции, мне хотелось подчеркнуть, традиции казахского народа. В нашем Казахстане всегда, во все века делали изделия серебра и кости. Философию Науры за художники и реместренники Востока отражают в интереснейших экспозициях. Например, вот это лоскутное одеяло сочетает в себе два интересных орнамента – древний и современный, что сегодня большая редкость. Чтобы карантинные меры не ограничили доступ зрителей к редчайшим экспонатам, в музеях Восточного Казахстана готовятся к открытию онлайн-выставок. Искусствоведы сейчас учатся уверенно работать на камеру. Вячеслав Витлугин, Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар-24.